оооо это же тесте стив и валера валера короче молодой комментатор азиатских турниров всяких валерка комментирует я погромче их сделаю чтобы избегать хащи который сам не готовлю хрен знает что там намешает да хентайр этот правильно облучение от монитора спорти облучение от монитора если он если он не плоский что поехали мит против а ребят нет это ноунеймы давайте их не будем особо комментик потому что это ноунеймы и кто толку комментик нет господи вместо того чтобы начать топ-16 они начинают они еще продолжают пула суть в том суть в том что вот это вот облучение спорте как ты говоришь да она так что то не то у них короче суть в том что облучение от современных gk мониторов их по сути ну как бы не такое сильное влияние вот от старых которые большие такие да с трубками lt lt электронные лучевые трубки вот они да не просто так защитные экраны создавались именно для lt мониторов а не для плоских для плоских таких экранов защитных нет а почему потому что плоские они так не вредят здоровью как и лт это уже не говоря о том что лтшный жрут в десять раз больше электроэнергии что-то не то у них там случилось короче два нубаса сели играть так мало того что нубасы и ноунеймы так еще и время отнимают товарищ организатор ребят я не знаю он мать его организовывал этот турнир честное слово вы чё блин шутите что ли вы будете показывать нам раз два целых два боя каких-то ноунеймов они они но это последняя группа которая осталась тем не менее здесь осталось три матча и здесь же танукана лузерах ждет своего боя хентайер да и показали бы бой они как херней страдают люди ну все ну чё поехали хватит негатива стив против простите стив против гиза ховарда погнали все батон чек прошел батон чек прошел батон чек не прошел короче понятно и мало было одного батон чека они сейчас второй батон чек запилили какие красавцы 25 минут 25 минут ничего не происходит все наконец-то бой начался там он прервал бой этот мид мясо мясной чувак прервал бой поэтому типа он должен был отдать раунд что он связь и сделал но у него в противников мэдраж малазийц как мы видим по флагу мид сам из сингапура местный товарищ сингапурцев достаточно много здесь что удивительно если что уровень звука скажите если будет слишком такой ой хорошо хорошо давай убивай давай быстрее только убей просто чтобы это хорошо мид блок отпустил на ровном месте не знаю какой там будет стринг ну ладно это все неважно о господи есть пони же пони шпот мита на издак на испании вот мадраша еще и суперку вложил красавчиком почти почти вот этого раненка пиливание в стеночку она бы скомбилась если бы не такая далекая дистанция была а так он нас очень далекой дистанции бьет но нет заблочил на из однако пейшен пейшен терпения нет 1 0 мэдраж господи короче валерка говорит что он что этот мэдраж какой-то легендарный плеер но я вообще сколько и турнира смотрю я первый раз слышу никней мэдраж кто вообще что за легендарный плеер которого я лично не знаю в текине но тем не менее некий вот малазеец его противник я прошу прощения его противник не из сингапура из индонезии у них просто флаг одинаковый только у сингапура еще луна со звездами ну что ж не сменил стива на драгунова одного топа сменил на другого но на самом деле драгунова чуть-чуть почикали со вторым сезоном то есть он уже не такой имбовый но все равно имбовый это все равно сильный персонаж остается до сих пор плечо выбирается из блока выбирается из захвата мэдраж так ой хорошо в оцене 4 наказания найс отличный эвейт от мэдража давай метр есть один метр есть на один канцер хватит ой да ладно неужели зайдет нет 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 слишком мало хп для этого нужно быть кодзю для этого для чего на из блок но у паниш кричит кристи стиву ох как вейкап тройка зашла в контр-хит давай комби комби как бог ну так опасим и джебек веке тот оси мейджер последние матчи отыгрываются в пулах и начнется топ-16 ой 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 хорошо дождал дождался нет да ладно до последнего не будете играть вы что шутите короче валерка тут говорит что он и дрожит какой-то легендарный плеер но я за кто-то за легенда такая забытая наверно всеми так ну а индонезии индонезиец мид пока что пока что как-то так отпопиваются ребята хороший степ от мэдража давай впиливай в стену а паниш где а волосцене 4 где я напоминаю что d2 у друг новой это вовсе не сайфовая опция я понимаю что она читерная но она не сайфовая и да добивает жажда что с 5 закончил бекет от оси на сайф 5 сегодня будет мы сегодня топ-16 полностью будем стримить то есть сегодня топ-16 будет полностью по сф-5 весь турнир но есть топ-16 и завтра еще плюс топ-8 он не закончился между прочим там еще идет что-то так ну что 11 ну такая пресная игра честно говоря много вы знаете легендарных индонезийских и малайзийских и малайзийских господи текенщиков я лично ни одного не знаю да бекет я этот малайзия индонезия просто вот этот вот пацаненок который сейчас на коме комментирует вместе с тестивом валери валера он говорит что вот этот вот чувак из малайзии какой-то легендарный плейер ну вот этот мэдраж а смотрите-ка мэдраж меняет персонажа короче с одного 2d персонажа пересел на другого на элайзии теперь уже панишь хоть так ой как как мид прям напоролся на это дело его спать и будет да конечно конечно уху биг дэмэдж биг дэмэдж надо сказать что все 2d все 2d персонажи из в текине 7 они все у стены снимают просто какой-то инфернальный дэмэдж если есть ресурсы так господи какой-то мэш происходит на экране честное слово ни разу не похоже ой хороший вифаниш наконец-то так гарантия и о что ж ты сделал зачем ты тройку мэдраж пихнул на вейкапе тройку пихнул из-за вифанишал мид тут же я бы посмотрел на легендарного игрока в теке из лихтенштейна или из монголии но никель я не думаю что в монголии вообще есть есть такое понятие как игрок в текен или хотя бы просто игрок видеоигры мне у меня такое чувство что в монголии вообще нет никакой цивилизации что они все еще там на конях бегают и у них нет ни электричество даже и не видеоигр ничем нет по поводу лихтенштейна ничего не могу сказать это европа ой ой и анбл канал за все так он сейчас мы драшкает вообще не туда ну что дожмет ультра нет все заблочил самом матчпоинт а из россии но в россии есть более менее известные игроки вот только только выиграл МФА, который и только выиграл онлайновый европейский турнир по Tekken 7. Тока, между прочим, в рейтинге Tekken Tekken World Tour, он занимает 35-е или 40-е место. Что-то такое, короче, у него 300 очков. Благодаря вот этим 2-м турнирам. Ну и еще есть Forest, который тоже фигурирует там же в Tekken. Хопкик делает Медраж в блок. Да, собственно, кирдик. Так вот, Forest еще есть. Он занимает какое-то тоже место. Я уже не помню, какое, честно говоря. Но ниже, чем Тока, естественно. Ну, легендами их, конечно, сложно назвать, чего говорить. Но это просто... Пожалуй, на сегодняшний день это лучшие игроки в Tekken из России. О-е-е-е-е. Мистерио? Мистерио? Ну что ж, таким образом, товарищ Мид, Мид, да, выиграл малазийца. И теперь он встречается против еще одного малазийца, некого Стило. Или стайла, стайла, скорее. Сколько файтингов в Steam? Аква много, много. Не, ну если ты имеешь в виду популярных файтингов в Steam, то в Steam популярных файтингов это, давай посчитаем, Tekken 7, это Street Fighter 5, это Dragon Ball FighterZ, но он популярен везде, кроме России. Ну, и Injustice, может быть, два. Mortal Kombat XL популярен только в России. Ну, вот тебе на вскидку пять файтингов. А вообще, если брать более нишевые файтинги, то там куча других инди-файтингов есть. Там их с десяток, наверное, наберется. Ну, вот скоро еще в январе, по-моему, Death Relief появится, а потом еще и Jump Force в феврале 2019 года появится, а в октябре, 19 октября появляется Soul Calibur 5. Тоже на ПК. Точнее, в том числе на ПК. Сотня есть, Аква, но если брать вообще все файтинги, вообще все файтинги, которые есть с ними, то сотня, и то, наверное, нет, не наберется. Ну, просто ты же понимаешь, что под файтингами может там котироваться вообще все, что угодно, вплоть до двух дерущихся пикселей. Ну, что ж, Мид из Индонезии убрал одного малазийца, теперь попытаются убрать еще второго малазийца. Это у нас Стилл, Стайл, стильный чувак в рубашечке. А, это не рубашечка, извините, просто я привык, что в клеточку только рубашки продают, а у него это не рубашка, а это с капюшоном. Я не знаю, как этот тип одежды называется. Короче, ребят, рассказываю историю. Я тут недавно прошелся по магазинам, тут надо было, короче, и я заметил, что у многих продавщиц, именно женщин, да, короче, в носу, в носу воткнута такая штука, короче, блестяшка, и точка такая незаметная, ну, типа, типа, как бы, блестящая родинка, не знаю, как объяснить. Суть в том, что я не понимаю, а зачем мне вот это вот делать, вот такой пирсинг? О, Анна Уильямс, ё-моё. Это что, типа, альтернатива сказке Пушкина, а в лбу звезда горит? Куча Guilty Force и вообще нарисованный файл и Guilty Gear, наверное, Аква-то я имел в виду. Ну что, Анна, покажи нам геймплей нового персонажа. Нет, пока что она показывает, как может волбаунсить. Да, Стайла как-то не оправдывает наших ожиданий, а Мид взял, между прочим, ой, за Элизу. Он взял Джека. Так, дей-боги. Господи, обнимашечки зашли. Самый быстрый паниш, который есть у Джека. Ну, стайл овощей какой-то никакой. Смотрите, как он вообще до этой стадии добрался, честное слово. Что-то Анна-то, не знаю. Уанны, но уанны довольно-таки много интересных инструментов. Она неплохой персонаж, но, блин, что-то... Боже мой! Видите, после этого броска не так просто подняться. Надо правильно подниматься. Если ты неправильно поднимаешься, ты ее жрешь, этот плечо, который имеет просто охренительный хитбокс. Ну, тем не менее, без проблем. Без проблем этот... Как он? Мид, товарищ Мид, мясо убивает сильного чувачка. Я напоминаю, что победитель этого боя выходит на Танукану и там уже бой за выход в топ 8. Топ 16, извините. Алиса. Ну, посмотрим. Роботы выходят на арену. Алиса. кстати, Гравды, а ты это вообще сам-то откуда из Москвы? Ну и что, поехали, посмотрим, что он за Алису умеет. хорошо. Хорошо, Мид присел, залаунчил вейлстендингом. По-моему, был стендинг 2 это. И дебаги. Паниш. А Паниш дебаггер, лалка. Ну ладно. Доставил, вообще ничего не делает. Такое чувство, что это просто... Я не знаю. Он вообще ничего не делает. Вы только посмотрите. того и гляди, мид сейчас просто анблокабл будет пихать. Угу, присел, наказал. Ой. Хорошо, хорошо. Он не стал делать плечо, чтобы попрессить на вставание. Так? Уже что хочет мид делать, честно говоря. Ну что, Стайло? Сделай что-нибудь. Да, понятно. Он сделал что-то. Он умер. Матчпоинт. Походу 6-0 по раундам и гг. Договорной матч и кибер. Да какой-то вообще никакой матч, честно говоря. Да просто, ну... И плечо. Угу. Ах. Не зови панишал мид. Ну что, давай Стайло, ну хоть что-нибудь-то покажи. Видит мид, что Стайло постоянно хай и пихает, вот и приседает даже на вставании. Приседает. Ууу, почти выясненник этот зашел. Если бы зашел, он бы сразу убил бы. Потому что это лаунчер. Ну, плюс на блоке. Давай, давай рейдж драйв. Ты мог бы убить его там. Хорошо, двое стейки. О, боже мой. Ой, лаука. Ой, лаука мид, блин. Главное, первый удар вьюфнул, а на второй он что-то полез как-то вдруг. Нет бы блок держать дальше. Так, так. О, боже мой. Что за бред, это? Ладно. Угу. Ну, давай, используй свои блокстаны в конце-то концов, мид. Что? Уже хорошо с воздуха забрал. Это еще не смерть. Так. И ультра. Господи, мид присел ведь под ультрой, но полез раньше времени наказывать. Да, такой лалка вообще. О, боже мой. Не важно, кто не аква. Ну, за Алиса болеешь. Тут, блин, за персонажа только болеть. Ой, мид, короче, сам все сейчас отдал этот раунд. Вот просто сам отдался. Я не знаю. Хороший паниш от Стайла. Наконец-то хоть что-то делает человек. Еще и дропает комбо. Хорошо. Найс дак. Найс паниш от мида. Трюк, трюк, трюк. Хорошо. Ммм, файл ранник четверка. Все, заблочил рейдж-драйв. Ну что, ресурсов больше нету? Алиса, что делать будешь? Паниш, есть паниш от Волстеннинга, от мида. Хорошо. Покнул мидом и убил. Ну что ж, мид выигрывает и этот бой, и у него последний противник, это Танукана. сейчас мы увидим более серьезный матч, наверное. Танукана против мида. Этот самый мид, Танукану выбил в лузера на Рома, я напоминаю, и это матч за выход в топ-16. Между прочим, сам мид отлетел тоже от Тануканы в лузера, поэтому для него это матч-реванш. Ну что, посмотрим, поболеем за Танукану. Давай, камень-ножницы-бумага, чувак. Че-то ты расселся. Да руку уж подними, дружище. Раз, два, три. Ага. Выиграл. Выиграл эту дуэль. Мид. Окей. Танукане придется играть вторым плеером. Так, это матч за выход в топ-16, и после этого матча наконец-то начнется топ-16 час спустя. Мать его, они опоздали на час с расписанием вообще. Да, ребят, Сингапур и Сингапур. Но на самом деле это не то, чтобы Сингапур, это бестапак. Бестапак организаторы этого турнира. Они организаторы очень многих турниров в Азии. Геймпады классные на ebay или али. Можно такое купить? Можно, Аква, можно. Но просто дешевле не будет, я тебе так скажу. Такие аркадные стики, они профессиональные, они все равно будут стоить дорого. Симпатичные, но да. да. Сама Танукану, напоминаю, из Японии, игрок за Линк Сяо Ю. Ее коллега из Японии Ю Ю, она же Ю, 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 Ю. Вылетела с 17-м местом, то есть, она не прошла в топ-16. Но у Танукана есть шанс. Она известная текенщица, предположительно, лучшая именно текенщица в мире, то есть, из девушек. Хотя, никакого мирового турнира, как бы, подтверждающего это нету, но, тем не менее, типа так считается. Джин. Смотрите-ка, этот товарищ Мид из Малайзии, ой, из Малайзии, говорю, из Индонезии, за многих персонажей играет, так или иначе. Песня такая была в 99-х, в 99-х, вроде, из нас. Не помню такой песни, Ю, 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 Ю. БТ-опция от Тануканы, погнали, лаунчер больной. Напоминаю, у Сяо Ю очень хорошие БТ-опции, господи, Валбаунс даже зашел, трындец, разводит, и разводка на Мид зашла на 100%, господи, просто раздробила своего противника сейчас. Ну что, стоечки показывает Джин, далеко до гарантии было. Что-то, как-то Джин какой-то не уверена пока что. Ого, господи, вайлстендинг еще и в кантерхит зашло, но дропнул комболинку у Танукана. Так. Так. Обратили внимание, Танукана не так уж много использует свою стойку Феникс. хорошо. Так. Раунд отыгрывает Джин. Хелсвейп. Угу. Редмунд, привет тебе, краснолунный. Красноликий. Добро пожаловать на стрим. Тут у нас... Ух, найс! Хорошо залоукрашило сейчас Танукана. Тут у нас турнир идет Си Мейджор. Тихо. Так. Достал. Достал. Еще достал. Хорошо. Нашел он базовый мув какой-то. Фуци мув нашел мид. Так. Рейдж горит. Рейдж горит. Танукана пытается встретить лоу. Крашем. Лоу. Оу. И еще один лоу. Очень много лоу напихал сейчас мид, но они все зашли. Тем не менее. Так. Интересно. Господи, Кантер Хит. Погнали. Будет ли ломать перила? Да. Будет. Меня очень тихо слышно. Ютуб на такой же громкости просто орет по сравнению с тобой. Жораким, привет. Ребят, меня плохо слышно, что ли? Тихо слышно? Не знаю. Вроде нормально. Я говорю. Так. Стрим подвисает. Ребят, стрим подвисает или нет. Ну что ж, мид, тем не менее, забирает первый бой. Кайл Кэссиди, привет. Вот Кайл Кэссиди говорит, что норм все. Нет. Это нормально, Вась. Нормально все. СК-6 топ-4 завтра, Кайл. Завтра Сол Калибур 6 топ-4 будет завтра. Сейчас я скажу тебе, в какое время. Завтра в 10.30 по московскому времени. Не, Вася, у тебя что-то траблы какие-то. Все говорят, что норм. Наврал стрик. Ну что ж, ребят, мид выигрывает первый бой. Я напоминаю, что Танукана сбросила его в лузера и сейчас, ну как бы, 18.00. Понял. Не за что. Изредка подвисает видео, а раз в полчаса, да? У меня ничего не виснет. Ой, хорошо, найс. Так. Тихо, тихо. Машет Танукана, машет. Аккуратнее играет мид уже. Ух, только я сказал, что аккуратнее играет, как он совсем неаккуратно сблизился. И попытка, попытка разводки от Тануканы. Вот это вот краса. Техника, добавленная в Текен 7. Рэйдж есть у Тануканы. Сближается. Тихо. Ух, кантер-хит. Кантер-хит от Мита и... Вот это да. Так. Плюсы. Ой, отстепила, отстепила ведь Танукана, блин, но побоялась уже лезть. Так. Хару... Вау! Вот это эвейт вы оценили. Вот это эвейт был. Здорово. И лоу. Гарантия у стены. Запутала совсем своего противника уже. Не знал, что нажать, мид. Есть вих паниш и есть паниша. Угу. Так. Ой, хорошо. Хорошо, присела Танукана. Так. Так. Тихо, тихо. Ух, разводочки, эвейды. Видите, Танукана очень мало использует ох, феникс. Очень мало. Тихо, тихо. Ой, ух, кантерхит, и это хороший шанс для Тануканы камбэкнуться. Гарантия. Рейдж. Есть, рейдж драйв, и это смерть. Да, заходит рейдж драйв. Гарантия последнего удара, и Танукана выигрывает раунд. Аква, хочешь в жены ее? Ну, надо завоевать сначала женщину, если уж хочет в жены. Отлично. Ох, паниш, и блин, какой-то тупой паниш от миды. Там такой он сейф. Жесть просто. Угу. Так, хорошо. Паниш. Нет, опоздала с панишем Танукана, там надо было в виде истоки перестроиться из Феникса, поэтому там не все так просто было. Так, тихо, тихо. Ух, вифнул. Кантер хейт, это биг дэмэдж, это биг дэмэдж, да, суперкублевает. Рейдж арт. Но еще, конечно же, не смерть. Угу. Ну, не такой уж и биг дэмэдж, честно говоря. Ой-ой-ой-ой-ой, на сближение поймал сейчас мид. Но нет, не убил. Тихо, плюс, и ох, это матчпоинт для миды. Неужели, неужели Танукана проиграет? Так, хорошо присела, гарантия. Найс, лоу краш, лично. Тихо. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Ууу, хейлсвип заходит от мидта, тащит до стены. Да, есть. Так. Тихо, тихо. Ооо, кантерхит, кантерхит, это, возможно, смерть. Гарантия? Нет, нету ничего, но, тем не менее, дабл лоу от Тануканы, 1-1. Отлично. Мидт такой, чё, чё, я же вроде, я же вроде, нет, эмоциональная прям, ну, как тебе сказать, Кайл, если эмоциональная, да я бы не сказал, что она эмоциональная, ты, если ты про Танукану. О, Брайан, ёпа мать. Просто много улыбается, девочка, девушка. Я, честно говоря, не знаю, сколько ей лет. Но, как вы видите, по бейсболке, она, между прочим, всё-таки профессиональный плеер, она и игрок из клана Рэдбула, то есть, её поддерживает Рэдбул. Я помню бой против ней, а, Калкассиди, тот бой, да, я помню её бой против Сэнта, когда она выиграла, вообще, просто невероятным, каким-то образом выиграла. Она прям так радовалась, прыгала от счастья. Ну, собственно, это и понятно, потому что Сэйд очень-очень жёсткий противник. Хорошо. Ну что, Танукана, начинает неплохо. О, боже мой, на сближение поймала сейчас Мита, и это Волсплат. Нет, она не стала добивать. Господи, хорош. Перфекто. Ну, как-то Брайан не оправдывает пока ожиданий. Неужели Брайан является ошибкой? Так. Пока много позволяет мид. Пока что не выходит он на свои волшебные бо... Ох, Господи, сетапы. Кинтовер, привет тебе, добро пожаловать на стрим. Мы тут смотрим Си Мейджор, по текену 7. Так. Ой-ой-ой-ой, и опять на сближении ловит Танукана, и это смерть? Нет. Лоу-лоу. Да, она любит вот этим дабл-лоу добивать противника. Видите, мид сейчас первый лоу заблокировал, но он на второй уже полез. Хорошо, это матч-поинт уже для Тануканы. Так. Есть. Паниш. Тихо. Аккуратен. Аккуратен, мид. Постепенно, постепенно, все хп почти съел. Машинган панч, нет. Господи. Так. Ммм, вив паниш, нет, вив паниш, от мид опоздал. Рейзерай заходит в хит. О, боже мой, это неужели конец? Нет. Ооо, это ресет, ребята, это был ресет. Она специально, смотрите, суть, она вот последним ударом, это был, это не в кому зашло, она специально это не до конца сделала комбу, для того, чтобы она знала, что последний удар все равно все не снимет. И поэтому она ресет сделала, вот этот дебаггер. И это все или ничего. Если бы мид это заблокировал, он бы забрал раунд, но он не ожидал, что она просто остановится, не доделает комбу, а сделает ресет. Это такая хитрость от Тануканы. И тем не менее, хитрость прошла. Ну что, ребята, все, пулы закончились, и теперь у нас настоящий топ-16. Озвучиваю, кто вышел в топ-16. В венерах вышли Джеландинг, Спид Кикс, Ти Джен, индийский Аска-плеер, мать его, индийский Аска-плеер вышел по венерам в топ-16, на Куданса, между прочим. Эйкей из Филиппин, Ноби из Японии, Бук из Таиланда, по лузерам вышли Фергюс из Ирландии, Аска-плеер топовый, Юл из Японии, Таки из Японии, Пекус из Японии, Кокома Корея, Макарю из Японии, Даймбэк, корейский Аска-плеер, ну и Танукана. Обратите внимание, что в топ-16 три Аска-плеера, три топовые Аска-плееры Даймбэк и Господи, Даймбэк и Фергюс, они по лузерам вышли, а никому неизвестный Аска-плеер из Индии, это Ти Джен, вышел по венерам. Вот такие вот сюрпризы, ребята. Жесткая девочка Кинтавер, хороша, она молодец. Фергюс катается, Фергюс катается. Кто спонсор, кто спонсор чего? А, Фергюса, ЮАЮ. Ну что, друзья, Спид Кикс, обещанный американский десант текенщиков не приехал на турнир, поэтому Америку здесь представляет Спид Кикс и еще Рип, но Рип больше как этот самый, комментатор все-таки, но Спид Кикс, вот как вы видите, вышел по венерам. Итак, друзья, топ-16, заметь, справа черный, справа черный, но Спид Кикс топовый, в общем-то, американский плеер в текен 7. Да, Кайл, три Аски в топ-16, вот представь себе, да? Ну что, поехали, сосредоточимся на этом бое, Джоан Динг взял Лаки Хлою, он здесь не слишком-то брал Эдди Горда, между прочим, ой-ой-ой, хорошо залетает Джоан Динг, найс, и биг дэмэдж, биг дэмэдж, отлично, хорошо снимает, так, Пауэр Краш, Волс платит, так, не смотрите на надпись, что написано Пулс, это не Пулы, это уже топ-16, Венера, это матч за выход в топ-8, ох, как Хоп Кикс заходит в хит от Джоан Динга, ой, Спид Кикс пока что тяжеловато ему, не может он выйти на свой прессинг, не может, так, запутал, боже мой, Перфекто, Джоан Динг запутал своего противника окончательно, не дает продохнуть, ой-ой-ой, Вив Паниш, нету, нету Вив Паниш, а Джоан Динга опоздал немножко, как он прыгнул, так, и, да, это сетап, это сетап, ребята, это не гарантия, что в хит заходит, но это сетапчик в БТ, Пауэр Краш заходит и, 1,2, лоу, лоу, красава, ты не смотрел тетрадь смерти от Нетфликса, НБ, нет, не смотрел, да я тетрадь смерти вообще мне не очень нравится, честно говоря, то есть, я читал мангу, манга мне понравилась, аниме мне уже не понравилось, фильм японский, ну, так, 50 и 50 тоже не особо понравился, вот, ну, что, спид, ооо, спид кикс, смотрите-ка, делает кантер пик, ё-моё, спид кикс, спид кикс берет, фу, спите, стива, невероятно, очень много стивов на самом деле здесь, вот, я смотрю статистику, Джоан Динг ни разу не брал Эдика, ээээ, сегодня, сегодня, на Текинге, так что, спид панч, да-да, спид кикс, теперь ему надо менять никтейн на спид панч, это чего стив стал таким контрпиком Лесс, но скорее не то чтобы контрпиком, а вся проблема в том, что видишь, спид кикс не может за хворанга выйти на свой прессинг, Лаки Хлойд слишком уж перебивающий Хорошо Ой-ой-ой, Кантер Хит Видимо, вот на что рассчитывал Спид Кикс Он, конечно, запорол сейчас комбу, но Больные очень у Стива Кантер Хиты, очень больные, хотя сейчас он не рискнул Полезть, вот, так Хорошо, да-ка, и Спид Кикс Знает он, конечно, персонажа Хлойд, но, блин, это настолько Найс, отлично Ломает, до стены доведет, почти Рейш Драйв, заблочил Плюс Так, гарантия Гарантия Просто жесть Но пока что Джон Динк Разрывает Раскладывает по частям Своего противника, и в спину Вот, вот сейчас правильно, видите Спид Кикс вот сейчас вот уже не попался Он один раз попался, второй раз уже не попался На эту разводку БТ Так Хорошо, в трейд заходит Это в пользу Спид Кикса, однако он дроп Дропает кому, блин Ой, так редко ему удается на кому выйти И тот дропает, ну что он так Это же просто жесть One, two, three Ой, господи, не перебил Не перебил Спид Кикс Ой, он позволил Какой кошмар Так, хопки От Джон Динком, это матчпоинт для него Все плохо складывается для Спид Кикса И, да, есть кроссап, есть кроссап от Джон Динга Боже мой, просто жесть Ты только посмотрите, ей пауэркраш заходит в хит Гагэ Это жесть Ребят, просто жесть Джон Динк вкатал его в землю и даже и не заметил О, еее Вот тебе кулачками, да, помахай Господи, Джон Динк И таким образом, Джон Динк выходит в топ-8 по Виннирам А Спид Кикс опускается в лузера И ему еще надо будет доказать свое место под солнцем Ну что ж, это было, черт возьми, неплохо Сейчас мы, очевидно, увидим следующий бой Смотрите, там Луиджи стоит, вы видите? Луиджи Который на экран там пялиться очень внимательно Луиджи в очках причем Так вот, сейчас мы увидим бой Кудонса Против Тиджина Кто такой Кудонс? Думаю, объяснять не надо Но вот Тиджин, это тот самый Аска-плеер Аска-плеер из Индии, который вышел по Виннирам Это просто невероятно, ребят Он показал чертовски классную игру Я смотрел его матчи, этого Тиджина Надо сказать, он победил, между прочим, этого Он победил в Таке из Японии Он очень сильную игру показал, очень сильную Но сейчас у него, конечно, противник-то посерьезнее Рико89, привет тебе Красивые лапки Добро пожаловать на стрим Запрессить Стива и Хворанга, играя за Хлоя Какая жесть, Лес Ну, видишь, как бы Запрессил, запутал На самом деле, Лаки Хлоя Как ты знаешь, с сезоном вторым, по-моему, ей что-то дали Ну, как бы Подкрутили фреймдату, поэтому она не такой уж Дно чар теперь Но все равно считается слабым Ну что ж, какой-то непонятный густой напиток зеленого цвета Пьет Куданс Напоминаю, что вообще во всем этом турнире Куданс является главным фаворитом Главным И он, между прочим, тоже показывает чертовки сильную игру Егор, привет тебе, добро пожаловать на стрим Текен отгоняет Сф-5 по просмотрам на Твиче Егор, это потому что Стритфайтер Потому что Текен Господи, потому что Стритфайтер 5 Там этот Сейчас повтор идет Если я не ошибаюсь, там повтор идет Так как они уже отыграли пулы Ну, кажется А, нет, подождите, там пулы просто идут Егор, там просто идут пулы А здесь уже топ-16 Так что, поэтому обгоняет Все, я прошу прощения, я ошибся Там просто пулы еще идут А здесь мы уже смотрим топ-16 ДБЗ позади ДБЗ позади Ну, это понятно, что ДБЗ позади Как бы там особого интереса прям нету Хотя в ДБЗ там тоже топ-16 уже идет Ну что ж Ребята Тиджен против Куданса Я ожидаю великолепнейшей игры Потому что Тиджен показал просто отличные матчи против Таки Просто великолепную игру И он был, ну, очень хорош Посмотрим, посмотрим Один из трех Аска-плееров в топ-16 Поехали Бафы Аски все-таки сказались Видите На игре Стритфайтер не обгоняет Гора, гора Стритфайтер? Нет Ну, там просто пулы А здесь уже топ-16 Ой-ой-ой Хотел сломать сейчас пол Куданс Но почему-то не зашло Ну ладно Снова нету кингов в топе Да, нету кингов Плюс Так Ой-ой-ой Кан-кан Ох Как апперкос заходит от Куданса Найс Убивает Убивает Нет, не убил Но все равно Дожал Калкесседи в какой вселенной Аски в топ-16 Да не просто Аски в топ-16 А целых три штуки Но посмотрим Дойдет ли хотя бы одна из них до топ-8 Так Вейвдэши от Куданса Очень респектит Куданс, конечно Тихо Тихо Поки Поки Оп Хорошо Ой, найс Отцепил сейчас Ти-джен Хорошую камбулинку запилил Так Ох Почти, почти дожал Но нет Ага Странное решение Немножко откудаться Ну ладно Слоу крашил Ти-джен Как он на Аске играет Очень хорошо играет на Аске Ти-джен молодец Я даже удивлю Я даже Этот Удивлен был От того Ну блин Что Такой хороший Аска плеер Игрок за Аску И я о нем вообще ничего не знаю Найс Хорошо Отличный Хеллсвип От Куданса Будет ломать пол Нет, не стал Ух Боже мой Электрик прямо У лица пролетел Не странно Не странно Занерфанный Хеллсвип Он бы не достал На комбо А, все Понял Бенш Понял Хеллсвип Подвергся нерфам Со вторым сезоном И ДБ3 ДБ3 Два раза Ти-джен зашло Обогнал Харстоун на Твиче Ну, Вов и Харстоун нам вообще не интересны Ой-ой-ой Как попадается сейчас Куданс Ломай пол Да, ломает пол Ти-джен Так И Найс Тихо Разводочку Разводочку Нет Передумал в последний момент Волсплот И ломай тоже пол Это биг дэмэдж Угу Волсплот Ой-ой-ой-ой-ой И это смерть Да Да, конечно Конечно Трейд зашел в пользу Куданса все-таки Отличный Отличный матч Наблюдаем Б3 заходит на лоукраш От Ти-джена Так Волсплот Хорошая камбуленка Так На вставании попытался поймать При помощи назад 4 Ух Тихо Не выпускает О, вау Вот это Вот это сайдстеп От Ти-джена Вы оценили Ф2 не зашел Потому что это не гарантия На фулскрине Так На мисскрине Ой, какой близкий бой Хелсвип И убивает Куданс Убивает Хелсвип зашел Боже мой Куданс конечно рискнул С этим хелсвипом Но тем не менее Зарешало все Отличный Отличный бой Мы увидели 1-0 Раньше можно Сделать маленький дэш И сконфирмить На любом ренже А сейчас после хелсвипа Тушка оппонента падает быстрее И дэш уже не поможет Ну вот Бенджамин тут объясняет Как понерфили хелсвип Ну на самом деле Хелсвип это такая опция Которая напрашивалась Честно говоря На нерф Я понимаю Что экзекьюшн там требует И все такое Но все таки Это слишком сильная опция Все Контрпик Не не Карта Карта Смотрите У них та же самая карта Вышла рандомом То есть рандомом Два раза подряд Карта эта вышла С ломающимся полом О боже мой Да нерф более-менее честный Ну да Более-менее честный Да Егор Ну что Поехали Ох Найс Вив паниш Ф2 Да блин Дайте камеру нормальную Честное слово Вы че Ой Хорошо Развел сейчас Развел сейчас Тиджен Ломает пол Отлично Хорош Паниш Что Блин Ой-ой-ой-ой-ой Как камбу дропнул Тиджен Боже мой Ну это просто глупо было Там таких Дэмэдж можно было Тащить Так Три меда Все заблочено Ой-ой-ой Поймал Убил Убил Нет не убил Он Ах Нет Я думал что Она быстрее упадет Все понятно FF2 дроп Ну дроп Дроп да Кайл Кэссиди Он хотел максимальную Прям камбу линку запилить Поэтому дропнул Так Ох Электрик заходит Откуда он Все Кажется сейчас Тиджен поплыл Уже Немножко Угу Так Да нет Не поплыл Спокойно Ой-ой-ой Найс Хорошо Волсплак Отличная реализация Вот Тиджена Так Плюс Сайдстеп 2 Это сайфовая опция Так Ой-ой-ой Мид Мид Тихо Ой Лоу И Ах Супер По моему ультру Делал уже Куданс На самом деле Эта ультра могла Пройти мимо Удара Но просто он слишком поздно Ее сделал Кантер хит Но Куданс не использовал Свой шанс Так Дай дроп Поэтому Не делаю Часто А как если Да я вообще Предпочитаю попроще Эту камбу делать Найс А вот сейчас Он не дропнул Сейчас он ничего Не дропнул Красавчик Максимальный дэмэдж Сносит Тиджен Хорош Есть Хопкик Паниш Так Хотел Тихтрап сделать Но Куданс Не поддался Куданс полез На второй удар Канкана Боже мой Как так Тиджена Набраться побольше бы опыта На крупных турнирах На игру без слон-тонатки Хэппи Дрочер Привет тебе Добро пожаловать на стрим Да Безусловно Ну Конечно опыта бы побольше Ой хорошо Найс Ни вперед 2 Видите Он так просто не лаунчит Найс Хорош Перебил Хелсвип Сейчас Тиджен Просто жесть Отлично Так Тихо Тихо Ух Еще FF1 О боже мой Перфект Вау Ребята Тиджен Выигрывает У Куданса Ёлы-палы Ожидали ли вы Такого Просто жесть Просто жесть Не Ну ничего не скажешь Ребят Тиджен молодец Тиджен прям очень молодец Великолепную игру показывает Филипп Джонсон Индус бьет корейца Да Добро пожаловать на стрим Но Это факт Индус бьет корейца Причем Более того Это не лавнит Вы помните Что единственный Более менее известный Игрок из Индии Это лавнит Игрок за Джека Но он вылетел И он Занял 17 место За шаг до топ 16 Он слетел С дистанции Но вот Вдруг нарисовался Другой индийский игрок Тиджен Игрок за Аску Не перебил Отстепил Лихао Привет тебе Добро пожаловать на стрим Отстепил Хэпсвит Да Окей Так Плюс на блоке Ф4 Хорошо Найс Вниз вперед 2 Отличную комбулинку Перед Тиджен И волосплат Хорош Смотрите Боже мой ФФ1 Три раза подряд Зашло О господи Какой кошмар Есть паниш Откуда Второй удар Лихао Так Тихо Тихо Паниш Есть паниш Рейдж драйв У Девилджена В отличие от многих других Это не сейв Его можно Можно паниш Так Плюс на блоке Еще один Плюс на блоке Господи Два плюса Сразу Спокойно Найс Хорош Смотрите на прессинг От Тиджена Хорошо Ох Хохохохох На Перри понадеялся Сейчас Тиджен Однако Куда сделал Хелсвип Канкан зашел В одним удар Только Второй удар Зашел Найс И это матчпоинт Для Тиджена Да неужели Это матчпоинт Тихо Ох Еще ФФ1 Заходит Боже мой Сколько раз Он уже зашел Хелсвип Очень много Тиджен пропускает Хелсвипов Так Ох Господи Найс Хорошо Отсайдстепил Запанишил Как надо Тиджен Так Вейкап Ножки прошли Тихо 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 Ой-ой-ой Пауэркрат зашел Невероятно Ребята Это невероятно То что мы увидели Сейчас Это просто Фантастика Индийский Аска Плеер Вышел в топ 8 По винирам Убрав со своего пути Куданса Просто жесть Я поверить не могу Я просто поверить не могу Это фантастика Как Как мать его он это сделал Это же нереально Просто жесть Валерка говорит Ну что пора Аску нерфить Его же бафнули Меньше рекавери На вифе Кайл Кэссид Так это же был не виф Он Он Рейдж драйв У Дэвил Джена Он сейфовый на блоке А не на вифе Главное еще Чтобы Тиджена В силу неопытности Не перехлестнули эмоции Так Не перехлестнули Индия Вперед Сунон Привет Добро пожаловать на стрим Да Индия выиграла Господи ты боже мой Это просто невероятно Тести Стив сам уже В каком-то В какой-то эйфории Просто жесть Просто жесть На бафляску Ну что друзья А между тем Еще один Аскоплеер Фергюс Проиграл Ю В лузерах Ну то есть В лузерах мы матчи не видим Поэтому Ю выиграл у Фергюса И Фергюс отлетел С тринадцатым местом Боже мой Просто жесть Ну а мы видим Ноби Ноби против Эйкей Напоминаю что Ноби игрок Из клана Ямаса Японский клан Это Ну а Эйкей Это Ну более-менее Известный Филипинский игрок Ух Отойдем немножко От этого Боя Просто Это удивительно То что мы сейчас Увидели Индийский Аскоплеер Топ-8 По венерам Просто жесть Просто жесть Посмотрим Как еще Даймбэк сыграет Че? Нобкис? Подожди-ка Ноби Разве на Нобкис играл? Да Вот На другу Ноби Все Я уж был Испугался Ух И опять Посмотрите Опять Эта арена Выпала Че-то вот арена С ломающимся полом Выпадает очень часто Шахид это местный Рашид Ну Хелгаст Во-первых Не Шахид А Шахин Вот А во-вторых Ну да Местный Рашид Можно и так сказать Я тут пытался вспомнить Какую Какую в сюжете роль играет Шахин Но не смог вспомнить Че за тред? Че за тред? Тренд? Не знаю Такой тренд Ставили арабов Так После этого стрим на СК-6 Нет, Егор На Стритфайтер Скорее всего Потому что там Топ-16 Все-таки Полностью будет Но посмотрим Так Ну что Как-то блин Эйкей Выиграл первый раунд Я даже Закончить не успел Так Хорошо Да Ломает пол Эйкей Найс Посмотрите Еще вовсклад Господи Лукадзе дэмэдж Пол хп Не бывало Давай СК-6 Ребят Давайте так Вы напишите Что Что вы хотите После этого стрима То есть Солкалибур И Солкалибур Топ-16 Либо Стритфайтер Топ-16 Одно из двух Так Хорошо Уй-ой-ой-ой-ой-ой Найс Найс Достает Сейчас Ноби И Ломает пол Красава Я думаю СК-6 СК-5 Надоело Если честно Ну Большинство За Солкалибур Ну Ребят Если хотите Солкалибур Будет вам Солкалибур Хорошо Найс И О боже мой Просто жесть Тихо Тихо Рэйдж Горит У обоих Рэйдж Горит Напоминаю У Шахина Рэйдж Двухударный Это Мид Хай То есть Если Мид В блок Попадает То Под Хайом Можно Присесть И Запанишить Фулкомбой Там Соник Фокс Тоже СК-6 Будет Да Соник Фокс Тоже Он На Геральде Играет Найс Хорошо Слайд Паниш Есть Паниш От Ноби Че Он Просто Дропнул Комбо О боже Мой Локоть Локоть Но Зашел Со второго Раза Это Биг Дамедж Это Биг Дамедж Рэйдж Гарантия Лоу Но Тем не менее Не удалось Небез чудо Сотворить И Это 1-0 В пользу Эйкея Ожидали ли вы Такого А А Меж тем Таки Победил В лузерах Пекаса Пекас Из Японии Проиграл 2-1 И соответственно Таки Пока что Идет дальше 1-0 В пользу Эйкея Так Солкальбур Соник Фокс Выбил Топового Найтмара Топового Найтмара Это Кого это Ну что Тут большинство За Солкальбур Но я так думаю Что тогда Без проблем Ребят Тогда Солкальбур На каком Канале СК На На Тим Спуки Егор Кей Дизи Кайл Кэссиди Какой Кей Дизи Кей Дизи В Нью-Йорке Турнир Проходит в Сингапуре Кей Дизи В Нью-Йорке Так Оу Он сменил Костюмчик Ну что Неужели Еще один Фаворит Этого турнира Ноби Отлетит Сейчас Блузера Так Хорошо Какой-то Эва Финалист Был Которого Он выбил Эва Финалист Не знаю Хорошо Найс Отлично Использование Второго Ох Какой-то Жуткий Тех Был Сейчас Ноби Но тем не менее Волс Хорошо Тащит Одно Сами Другой Акей Ну смотрите Акей Очень даже Неплохо Себе Чувствует Так Подъехал Есть Есть Так Есть Паниш От Ноби Несмотря На то Что Типа Можно Под Рейдж Драйвом Под Вторым Ударом Шахина Присесть Не Каждый Это Может Сделать На Реакцию Потому Что Там Фантастически Быстро Второй Удар Проходит Ой Хорошо Так Тихо Тихо Д2 Читерская Опция У Драгунова Д2 Я напоминаю Тоже Пофиксили Так что Сейчас Ее спамить Не так Эффективно Ой Хорошо Хорошо На лаунчер Поднял Сейчас Акей Тащит До стены Будет Волсплат Да Реализовано Отлично У Шахина Все Такой Же Огромный Дамаг С Волсплата Паниш Есть Паниш Волсплане 4 Гол До стеночки Хорошо И О боже мой Биг Биг Лаунчер Плюс На блоке Тихо 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 Ноби Не торопится Добивать Противника Д2 В Кантер Хит Найс Хороший Дамачок Сносит Так Плюс Ух Хорошо Слайд Хелгаст Достаточно Нерфанули Так Этого Драгунова Да Достаточно В принципе Пару опций Но В общем Ключевых Так Хорошо Тихо Тихо Паниш Есть Паниш От Ноби Че Придумал Ой 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 Как Отсайд Степил Сейчас Эйкей Красавчик Это Матч Пойн Для Эйкея Вау Топ Восемь Ожидается Очень Непредсказуем Ребят Так Лоу Лоу Перепоке Пока Слайк Залетел Есть Паниш От Ноби Отлично Отлично Пери Плюс На блоке Ноби Топ Д2 Паниш Есть Паниш От Ноби И Ох Волсплатик Хорошо Д2 Вайлстендинг Вайлстендинг 4 От Драгунова И Ноби Еле-еле Но Отыгрывает Один бой Смотрите На его лицо Но Без дела Скорчил Такое лицо Как будто Блин Не очень Доволен Своей игрой Несмотря на то Что он выиграл Но Не так Уверенно Как хотелось бы Наверное Меж тем Там Кокома Играет Макарю Из Японии Макарю Так Солкалибур У нас получается Топ 16 Начинается В 22 часа По сахаринскому Времени Это 14 часов По московскому Времени Короче Через Час Ну что Третий бой Ноби Был на грани вылета Но Вылета Блазера Но Тем не менее Пока что Все нормально Ой Хорошо Отсайд степел Обратите внимание Что АК Очень хорошо Сайд степет И сайдлок Хороший паниш Первый раз Вижу Честно говоря Такой паниш От шахина Просто жесть Но тем не менее Какая-то опция Необычная Ой Плюс на блоке Обратили внимание Сколько много Степет АК Ой Разводка Разводка На лоу мид Хорошо Ноби Перебивает Не стал ждать У моря погоды Паниш Да Этот лоу Стомб У Драгунова Это не сайфовая опция Михаил Смирнов Привет тебе Добро пожаловать на стрим Ой Хорошо Мы тут Теккенд Смотрим Один из крупнейших Турниров Топ 16 Хорошо Последние 4 Наказания Найс Вив паниш От Ноби Красавчиком Ой здорово Ой здорово Волсплат Ах Почти Почти Но тем не менее Все равно Большой лайфлид у него И это шанс Это шанс для Икея Еще рейдж горит Так Тихо Да ладно Дрог Найс Великолепен Великолепен Икея прочитал Этот лоу За лоу Парил Красавчиком Матчпоинт для него Матчпоинт для него Вниз вперед 2 Тих Говорит Пол хп Пол хп Нету Кошмар Хп Паниш Есть Паниш Так Нету Паниша Многие дебила От Ноби Но тем не менее Не ожидал он просто Паниш Есть паниш Так Ой 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 И Да ладно Да ладно Эйкей Филиппинский игрок Выходит в топ 8 По венерам Убрав Ноби Че происходит Ребят Просто жесть Че происходит Фавориты отлетают Ёлы-палы Просто жесть Просто жесть И Ноби отлетает В лузера Где ему предстоит Встретиться Против своего коллеги Против Таки Из того же клана Что и он Из клана Ямаса Просто жесть Фавориты Отлетают Че происходит На этом турнире Найс Ну хороший Хороший топ 16 Мне очень нравится Итак Друзья Следующий бой Это Нарома Из Японии Против Бука Из Таиланда На самом деле В этом бою Еще очень большой вопрос Кто фаворит Потому что Бук Показал просто Фантастически Классную игру На этом турнире В пулах Да и в последнее время Он вот катается По всяким турнирам И очень Очень Хорошо Набрал форму То есть Он на редкость Силен сейчас Бук Против Нарома Такой интернациональный У нас 108 Получается Смотрите Там 108 Уже вышли Джон Динг Из Кореи Ти Джен Из Индии И Эйкей Из Филиппин Все Три участника Из разных стран Так что Так А между тем Там параллельно Идет бой Тануканы Против Даймбека Мы этот бой Не увидим на стриме Потому что он В лазерах Вот В лазерах Будет только поздние матчи Показывать Но посмотрим Посмотрим Кто из них победит Так Нарома против Бука Хотите ли вы Чтобы Джин Джин Топовый Джин Вышел в топ 8 По Венерам Так Я напоминаю Что в рейтинге Текен Вольт Тура Бук занимает 14 место То есть Это довольно высоко Между тем Нарома Занимает 17 место Ну то есть Они Примерно Где-то На одном Уровне Между ними Между ними 80 очков Разница Это немного Что ж Джин Казама Против Девил Джина Казама Добро против зла Сейчас мы увидим Кто из Джинов Лучший Медитация Я напоминаю Что на этот турнир Не приехали Кни Сэнт Джей Ди Сиар И Лоу Хай Они никто не приехали Но Джей Ди Сиар И Сэнт Не приехали Из-за того Что они потеряли Спонсорство С Эхо Фоксом Об этом я уже писал Ну а почему Не приехал Кни Из Лоу Хай Например И Шанель Не знаю Ну то есть Так Хорошо Отлично Нарома комбит Отличный Паниш От Бука Так Оуу Кондор Хит От Наромы Пока что Очень убедительно Он выигрывает Первый Раунд Так Ох Как как вылетает электрику так смачно он влетает так ой хорошо с воздуха забрал бук поэтому много дамажа не будет о какой не за может быть это специально сетап такой не за может быть он специально так дропнул кому чтобы на ресет тащить однако нажимает буквы это бесконечная арена весь нейтрал гейм теряется хорошо у вейкап тройка в контр-хит на не скомбил на рома почему-то режим режим не режима стоечка звука и забирает он раунд отлично 21 ра по раундам ой 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 там зале какой-то хайп поднялся в селом орут кандархи отлично паниш есть по нишу оттене 4 о хорошо отцепил честно рома наказал но спину он спину поэтому он дропу комбо так тихо и просто в обратку вейкап ножки ответный хелсвип от джина не такой пафосный крутой и быстрый но тем не менее тоже хороший на самом деле видите на рома какую дистанцию держит он не дает буку выйти на его стойки чтобы посетапить о что это было букв ленту просто сам запорол комбо о боже мой за что и поплатился 1-0 на рома выигрывает неплохо неплохо так что у нас там с спидкиксом спидкикс у нас а он же лузера все пардон пардон очень мало вообще корейских игроков здесь на турнире вот меня это несколько удивило я напоминаю что это последний мастер ивент в рамках тэккен вор тура в этом году последний еще конечно будет челленджер ивенты но из мастер ивентов он последний да и челленджер ивентов то осталось его двое ой 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 хелсвипт в блок заходит от бука великолепный панишет на ромы так тащит до стены на митте прям достал о хорошо хорошо контр хит отлично на из вот это вот это камбулинку запилил сейчас бук ой как ошибается на рома и за это получает паниш на ок не убил вау пиксель оставил но лоу зарешал так ой хорошо на спери включает свою опцию великолепную бук отличная перри 106 ребят я повторяю я уже наверно себя повторяю много раз пирик это одна из самых умных опции джина великолепнейшие пире который может верить все что угодно в том числе и ой 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 найс в том числе локти плечи и колени которые не перед обычная перри но блин там такое маленькое активное окно что Там просто реально на реакцию Надо делать все это Паниш, есть паниш От Наромы Так Делейнг, делейнг, разводки от Бука Нижняя тарения Синди, она тут есть, Синди где-то есть Кстати, да По крайней мере видел где-то О, хорошая стендинг от Наромы, найс Так Тихо, тихо Есть, Хеллсвип заходит в хит Дропает комбу Не знаю Может это какой-то тех О, Хеллсвип заходит Теперь от Наромы Но он-то уже ничего не дропнет, конечно Ничего не дропает Так, на ЛТГ попытался сыграть Ох, господи, перебивает Перебивает рейдж драйв Бука Напоминаю, что рейдж драйв Оу Рейдж драйв у обычного джина Выводит на 50 на 50 Очень неприятный Так Господи, Хеллсвипов Сколько пихает Хеллсвипов в Бук Просто жесть Хороший Джеб, Вив Паниш Кантер хит Так Ой-ой-ой, гарантия И лоу Да Еще и со спины Матчпоинт для Наромы Ох, нету Вив Паниша Чуть-чуть опоздал Нарома Вау Хопкик Жесть Биг дэмэдж Угу Паниш Есть паниш Так Тащит до стены Нет До стены очень далеко Тихо 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 Хорошо Перебивает И ой-ой-ой-ой-ой Тех Это сетапчик от Наромы Чтобы добить Но Тем не менее Великолепно Нарома Выигрывает этот бой И И Выходит в топ-8 По Виннерам Соответственно Бук Опускается в лузера И его противник Это Ю Ну что ж Сообщаю вам Что в лузерах Кокома победил Макарю 2-1 И Даймбэк Победил Танукану Тоже 2-1 Соответственно Танукана 13 место Макарю 13 место Пекус Из Японии 13 место И Фергюс Из Ирландии 13 место Так Впереди Нас ждет Еще 4 боя А Квикбрейк Короче Сначала Квикбрейк Потом Еще 4 боя Напоминаю Нас ждут бои Бук Против Ю Из клана Ямасы Ноби Против Таки Оба Из клана Ямаса Так Куданс Против Какомы Вот такой Вот Два корейца В итоге Попали Друг на друга И Даймбэк Против Спид Кикса Пауза Против Спив Подпис Спив Солгос Преобходил Ну Преобходил Шахин Или Драгунов Победил Шахин Айкей из Филиппин Вышел в топ 8 Ну а Ноби Пускается в лозера Американец, да, Егор Американец один остался, но Почти сказать, их было-то всего двое Все дело в том, что Все дело в том, что Ожидался какой-то Американский десант здесь, да Но Никто не приехал, кроме Собственно, Спидкикса и Рипа Ну, Рип, естественно, он больше Как комментатор, все-таки, поэтому он до топ-16 Не дошел, ну а Спидкикс В общем-то Спидкикс пока что в лозерах Ему надо выиграть один бой, чтобы войти в топ-8 По лозерам Из западных игроков, вообще в топ-16 Из западных именно игроков Вошли только Спидкикс, получается И Фергюс из Ирландии Но Фергюс уже отлетел с 13-м местом Он проиграл Ю Вот, ну а Спидкикс пока в игре Спидкикс встречается против Даймбека, кстати говоря Против Паски Так, между тем Новости с полей Так В Street Fighter 5 Big Bird Гатчикун и Мага Присоединяется В топ-16 Выходит в топ-16 По венерам По лозерам Выходит в топ-16 Фуджимура и Фуда Так Господи Сейчас Мне прям в ухо Вот это вот Разбитое стекло Сейчас Я чуть не охренел Так, что касается Dragon Ball FighterZ А что касается Dragon Ball FighterZ Там идет топ-16 Пока что Да А, Фенрич в игре Догора в игре Казунока Моки Так Моки Короче Соник Фокс Там уже в лозерах Опустился Так Соник Фокс Опустился В лозера В Dragon Ball FighterZ И проиграл Он Моки То есть Моки Выбил Соника Фокса В лозера Вот так вот 2-1 У Моки Кима Бардак Кит Бу И Транкс А какая Кима у Соника Фокса Вирус Вирус Соник Фокс Играет за Вируса Ребят А, да Я же Я же читал Новости Короче Соник Фокс Он это Ну Сказал Что типа Собирается Раскрыть Потенциал Вируса Потому что Вот эти бафы Последние Которые дали Вирусу Все посчитали Что эти бафы Просто полное говно И это издевательство Над Вирусом Как в Стритфайтере Издевательство Над Рю Вот Но Соник Фокс Верит В эти бафы И поэтому Он сменил Тиму На Вируса Бардака И Андроида 16 И теперь Он играет За Вируса При Каляти Ему надо Выиграть Один бой Чтобы выйти В топ 16 Бой против Тачикава Между прочим Что тоже Непросто Музон Знакомый Откуда он Не знаю Откуда Но вроде Как из Арены Казино Из Текен 6 Если я Все правильно Помню Красава Ну красава Но Соник Фокс Вообще Молодец Ну в том плане Что в Драгонбол Когда смотришь Как он играет Он конечно Очень хорош Тут уж Глупо спорить ТТТ2 Был еще Вроде как Музон ТТТ2 Может быть Просто Я помню ТТТ2 Музон А Или это Текен 6 Музон Где Снупдог Такой Get ready For the next Battle Там Чё-то Типа того Так Ну посмотрим Насколько Соник Фокс Я напоминаю Завтра Ребят Мы стримим Все топ 8 Все финалы Основных турниров Это музон Арены Снупдога Ааа Ну вот Значит Это он В золоте Было Да В золоте В золоте Там еще Машины Скакали Ну короче В стиле Я черный Рэпер И у меня Скачущая Машина Вот Завтра Я напоминаю Мы Целый день Будем смотреть Финалы Основных Турниров Мы Не будем Не будем Смотреть Блазблю Гилти Гир И Блазблю Кросстег Бэтл Мы будем Смотреть Текен 7 Драгонбол Топ 8 Солк Калибур Топ 4 И Стритфайтер Топ 8 Просто я не играл Толком Штекен 6 А в ТТ2 Много играл Помню Ну значит Это истет Т2 Бб Гг Это боль Файтингом По Бб ЦФ Гг Икс Икс РД Р2 И Бб ЦТБ От Дбфз Голова болит Начинает Не могу Смотреть Ну Как бы Не знаю У меня Не болит Голова Не Ну просто Когда Понятно Что Происходит На арене То Не так Уже Начинает Мутить Мутить Глаза Не знаю Короче Ребят Слух Прошел Что Marvel Versus Capcom Infinite Вернется Вернется И подвергнется Ребрендингу То есть Фактически Есть слух Что Marvel Versus Capcom Infinite Возродится 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 В виде Marvel Versus Capcom 4 То есть Номерная Это будет Как бы Та же самая Игра Только Пройдет Ребрендинг Они все Обновят И поставят Цифру 4 В названии И короче Попытаются Возродить Эту игру Там Всем чарам Лица Исправят Ну Я не знаю Что исправят Но короче Это все Только слухи То есть Пока что Никаких Официальных Подтверждений Нет Но тем не менее Слух Есть такой Что Типа Возможно Мы скоро Ну скоро Не скоро Увидим Некий Ребрендинг МВЦ И попытку Так сказать Воскрешение Этого МВЦ Я не знаю Насколько Это слух Оправдан Честно говоря Я очень Скептически К этому Отношусь То есть Я не верю В то Что его Воскрестят Из мертвых Не верю Но тем не менее Так говорят Сдохнет Под другим Названием Не знаю Хелгас Ты Ты как всегда Наполнен позитивом Я смотрю Так Я так понимаю Что мы Увидим Все 4 Оставшихся Боя На стриме Ну По текенам Миксу Хотя Они Несколько Отстают От расписания Но я так Понимаю Что мы Все таки Их увидим Пока Пока у нас В топ 8 Вышли Джон Динг От Кореи Тиджин От Индии Эйкей От Филипин И Нарома От Японии Как минимум Будет еще Один японец Кореец Как минимум Вот Ну и дальше Уже определиться Вот Меня всегда Удивляет Неужели Нельзя Какой-то Нормальный Ост Поставить Под заставочку Почему они Всегда Какую-то Муть Ставят Разве Вот это Вот То что Вы сейчас Слышите Это вообще Музыкой Назвать Можно Вот я даже Вам прибавлю Звука Можно ли Это Назвать Музыкой Вообще Это Как будто Знаете Обезьяны Танцующие Вокруг Огня Или что-то Типа Того Я не знаю Из какой Из какой Игры Это Музыка Но блин Вообще-то Они не имеют Право Использовать Ост Стритфайтера Если уж Ну то Пошло Поэтому Я сомневаюсь Но вот Это Что такое Вообще Блин Истеки на 5 Кибер тут Подсказывает Что это Истеки на 5 Ну кошмар Неужели Нельзя было Нормальный Ост Подобрать Ну блин Хоть Что-нибудь Более-менее Нормальное Но Это Просто Триндец Текен Сам по себе Да нет Хелгас Не скажи В Текене Есть хорошие Музыкальные Треки Но как бы Блин Они Как будто Специально Выбирают Такие Которые Вообще Неприятные На слух Что-то Пауза у них Опять затянулась А Арена Мардека Сейчас Слушай Может быть Т7 И там Ужасно Все Кроме Парочки Треков Да Ну Как бы Да нет В Текене 7 Более-менее Нормальная музыка Я бы не назвал Ее ужасной Она Просто Обычная И все Передящая Электронщина Ну там Есть конечно Треки Дебильные Абсолютно В том плане Например Блин Как этот Жанр музыки Называется Я все забываю Блин Егор Хорошо знает Этот жанр Музыки Которые Музыка для Дебилов Короче Я ее называю Но я просто Забываю название Егор Знает Короче Так Не рэп Не рэп А Блин Дабстеп Во-во-во Дабстеп Дабстеп Точно Вот там Вот В Текене 7 Вот эти вот Дабстепные треки Вообще Говно полное Как и любой Дабстеп Это просто музыка Для Полных кретинок Я не знаю Кому может Кто может Вообще Танцевать Под эту музыку Или Кто может Вот Там Не знаю Блин Подряд Слушать Дабстеп Треки На полной Громкости Там Я Я Я Не понимаю Таких людей Это странные Люди По мне Это просто Ты насилуешь Свои уши Свой мозг Легче Честно Купить Резиновый член И засовывать Его в уши Так проще Просто будет Так Ну что Мы ожидаем Пока что Пока что Паузы В игре В игре Говорю На стриме Очень долгие Обычно Ужайные Укуренные Долбятся Под это Ну Да Укуренные Да Наверное Знаете Как в этом Знаете Как в Гриффинов Говорили Короче В одной Из новых Серий Типа Что вы курите Сигареты Сигареты Для Неудачников Мы курим Мы курим Вейп А вейпы Для придурков Сигареты Для неудачников Вейп Для придурков Короче Это в Гриффинах Было В одной Из новых Серий Так А вот Для Нер Композитор Тукина Шедевры Написал Нер Ну Нера Я не знаю Кто Так В Т7 Ночная Арена Из вертолетной Площадки Там Дабстеп Этот самый Ужасный Трек Да Во Кибер Вот Кибер Правильно Говорит Вот Тот Самый Трек Из Вертолетной Площадки Да Просто Просто Ужасный Трек Я не знаю Какой дебил Написал Этот трек Это даже Треком Нельзя Назвать Это даже Музыкой Нельзя Назвать Это просто Какой-то Дебилизм Кукуриный Слушает Регги Ну Регги Я не знаю Что такое Извините Я В музыке Не силен Особенно Современной Поэтому Я не знаю Что такое Регги Шмегги Я знаю Что Дабстеп Говно Ну И Собственно Так Меж тем Там уже идет Параллельно Бой Бука Против Ю Почему Почему бы Не показать Этот бой На стриме Но Почему-то Нам Показывают Только Заставку Я не знаю Это не Современная Ну Ну Вообще Ну как бы Да Это я так Для уточнения Особенно Я сказал Особенно Современную Музыку Не знаю Старую В принципе Тоже Так Общий Жанр Знаю Но Особо Не слушаю Ну что Друзья Возвращаются Наконец-то Тести Стив И Валерка Валерка Такой молодой Уже красит Волос Ну что Не знаю Это же не по-мужски Красить Волосы Про Боба Марли Слышал Слышал номер Но Слышал про него Но никогда Не слушал его музыку Все Уже Готов Следующий матч Это Бук Да Бук Против Ямаса Ю Ну что Друзья Это Лузера Это Бои За выход В топ-8 По Лузерам Венера Топ-8 Уже Определились Четверо Ну а Сейчас Определятся Лузера Япония Против Таиланда Ну что Поболеем За Бука Наверное Потому что Все-таки Японцы Уже Представлены В топ-8 Их будет Как минимум Двое А то И трое Но если Сейчас Этот Но если Сейчас Ю Выиграет То будет Их Трое Бук Немножко Нервничает Прям Видно Валерка Разве Не девчонка Нет Нет С чего Ты это Взял Вообще Неужели Его голос Такой Девчачий Нет Это Парень Просто Парень Молодой Ему Лет 15 Или Чет Типа Того Совсем Молодой Короче Его Бистопак Этот Бистопак Который Организовывает Всякие Азиатские Турниры В том числе И Симейджер Они организовали Да Они Вот Его Приглашают На Текен Ну что Друзья Поехали Лео Лео Так Ю Берет Лео Я напоминаю Что Ю Вообще То Играл За Фэнга То есть Он за Фэнга Прошел Все Матчи В пулах Но Смотри Катя Сделал Ставочку Теперь На Лео На Леонорку Поехали Естественно Бук Никогда Не Контерпикает Всегда Он Линжин Он Ли Хардкор Угу Есть Паниш Востояние 4 Так Хорошо Так Ну пока Что Вэйвдэш Вэйвдэш Найс Как Смачно Электрик Улетает И Вроде бы Дистанция Не такая Опасная Была Однако Влетел Ой 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 И Лоу Пропускает Ю Как-то Не очень Уверенно Начали Оба На самом Деле Игрока Но Быстрее Адаптировался Пока Что Ой Ой Патсекан Лоу Почему Товая Сцена 4 Не Скамбился Странно Ой Ой Хорошо Захай Крашил Ю Так Так Передвижение Передвижение О Хорош Встретил Встретил Вэйвдэши Ю Так Тащит до стены Будет Волсплат Да Есть Волсплат И Красап От Бука Красавчиком Красавчиком Хорош Хороший Тех От Бука Видите Вот этот Перепрыгнул Специально Не доделал Там Перепрыгнул Чтобы Красавчик Красавчиком Зашел Прям на 100% Отлично Так Так Хорошо Перебивает Бук При помощи Спешл Мида Ну Пока что Он комфортно Себе чувствует На самом деле Ой Хороший Сайдстеп Паниш И Дожал Что-то Ю Нет Пора Ю На Фенга Обратно Садиться Что-то Вообще Лео Не тащит Да Видимо Сейчас Фенг Будет Все-таки Он Известен Своей игрой За Фенга А не За Лео Да Естественно Ну Все Серьезная Игра Началась Бук Собирается С мыслями Ментально Смотрите Какой Настрой У человека Да Вдохнул Поглубже Закрыл Глаза Сосредоточился Ну Что Поехали Сейчас Бук На Твинах Играть На Твинах На Твинах Ой И Сразу В Кантер Хит Влетает Бук Так Восплат Хороший Восплат Реализация Отличная Господи Больше Пол ХП Снял Одной Комбой С Кантер Хита Найс Хорошо Запырил Бук Джин требует Максимальной Концентрации Потому что Особенно Особенно Так Тихо Тихо Ох Найс Эвейды Эвейды От Фэнга Боже мой Паниш Какой тупой Паниш Боже мой А Паниш Две Поги Он заблокировал Между прочим Этот Хилт Слеп А вообще Паниш Ни о чем Я напоминаю Что Фэнг Один из О Как Рейж Драйвом Врывается Бук Я напоминаю Что Фэнг Это один Из самых Эвейдящих Вообще Чаров В игре Он Способен Завейдить Вообще Все что угодно По моему Т Фэнг Не основной Персонаж А Я думал Не основной Персонаж Это СабМэн Так хорош стеночка стеночка криво зашла в пользу бука лал но за хин т.р. бук серьезно все все-таки противник я напоминаю что он очень хорошую игру показывает на этом турнире хорошие в и паниш от you так восстановим 3 не дотащилась ай блин скажем нет мимо пролетел но тем не менее бук забирает и этот раунд и это матч point по сути на это же а но я просто привык сап называть это я хорошо но пока что бук уверена уверена действует смотрите он очень взвешенные от него решения и хайл свет и забирает 20 и зевин просто и зевин что жесть ребят счет счет счета не так я не узнаю сейчас я вообще не узнаю игру и с учетом того как хорошо он играет на фенге сколько электриков дроп и класс но может быть но просто видишь геймплан у него другой видимо не на это на это рассчитан но тем не менее 20 бук убивает и выходит в топ-8 по лузерам представитель таиланда такой интернациональный топ-8 смотрите тут у нас есть японцы корейцы филиппинец и индус индиец и таиландец дай бог еще возможно американец будет так сейчас мы будем наблюдать бой ноби против таки два известных японских про плеера напоминаю ноби игрок за драгунова и стива ну а таки игрок за казуми преодолевальщик вот поводу ноби и таки они напоминаю вам опять таки в одном клане находится в клане ямаса это японский клан который подразумевает несколько японских про плееров текен вот собственно сейчас вот они натолкнулись друг на друга интересный цвет волос он не интересно он просто разный немного красится паренек о казу нока моки я смотрю вот в центре короче ах в центре короче был сектор драгонбольщиков которые вот смотрели там казу нока моки были явно смотрели этот дбз эти люди знают друг друга ну очень хорошо просто потому что это тиммейты а тиммейты наигрывает с друг другом это колоссальное количество матчей если это профессионалы конечно вот смысле принес нет хинтер нет это это парень он просто молодой молодой парень школьник какой-то там и во вторых что типа почему он так похож на девочку эти шутки как бы исчерпали себя ну а мы сосредоточимся на главном событии ноби и таки так сейчас они кнопочки проверить я реально думал что это тянь хентайр нет это не девочка нет гиза взял смотрите-ка таки взял гиза вот это интересно интересно смотрите он взял гиза вместо казуми и опять арена с сломающимся полом усы надо приклеить усы и усы и вырастут усы у него еще не просто как бы определенный возраст когда проходит у него будет не такой песклявый голос а тогда сразу будет понятно что это парень так ну что поехали бой так сразу слово начинает таки тихо тихо хорошо заблочил сейчас лоу таки наказал ой с воздуха забрал спокойно так у стива тоже есть и вейды какую фэнга но не такие хорошие однако же и в основном против всяких хаев о как найс убивает несмотря на то что с воздуха забрал благодаря ломающимся полу все-таки дожал таки дополнительный дэмэдж на сайт степи поймал ноби так пока 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 что таки плюс и ох не рвет бросок так хорошо на и слова пэри от таки второй метр накопил раз-два и найс ой хороший дамачок так не торопится сжигать таки пока что метр на макс молд ух пауэр краш не в этой же ситуации делать пауэр краш ноби медом забирает обратили внимание таки несмотря на то что много пока это он аккуратно все таки играет анаби не может вы не рождал нет в отличие от на не знаю обычно он очень парашерский играет за стива так тихо тихо ой 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 пропускает кандар хит даже так и сейчас есть три метра можно big damage снять господи не ой 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 хороший сетап но Да ладно Спокойно лоу пропускает все-таки Таки Дожал Рашерски я сказал Я сказал рашет обычно Так Хорошо Отпокивает Ну смотрите я удивляю Я несколько удивлен Почему таки не использует свой метр пока что Ой 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 он один раз использовал только его Угу хорошо Хорошо затречил сейчас ноби с одной стороны И отыграл раунд Еще один Так разводочки С макс модом Господи как же быстро он проходит Тихо 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 Респектит респектит Так Фулл трекинг Ой Непонятный мув атаки Вообще что за бред был сейчас Хорошо Должен убить Суперка Давай суперку еще втащи Боже мой Да втащи ты суперку и убей Ну что такое У тебя же 3 метра было Ёлы-палы Ой и поплати Поплати Еще сейчас таки Да Поплати 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 Таки Он должен был После ломания пола Суперку просто втащить И убить Этого было бы достаточно Но Он этого не сделал За что поплатился Сейчас боем И Ноби его не простил 1-0 Да Кайл Это был фейл Просто Я не понимаю Атаки Он такое чувство Что как будто Челлендж Он себе поставил Выиграть у своего тиммета Не используя метр Но это глупо конечно Но блин Может у него У них какая-то договоренность Все таки В одном В одном игровом клане Это метр для лохов Да-да Не затем я играю в Tekken Чтобы метр тратить Стив тоже дропнул Там Дабл фейл Да 2-1-1 3-2-2 Господи Не меняет Однако Таки Своего Гиза Он не берет Казуми Пок 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 Покает Ой-ой Хорошо Так Есть паниш Атаки Хорошо И рвет бросок Ноби Найс Вив паниш Так Пора Пора что-нибудь Так Рокс и Нгиза Они чем-то похожи Да Ну по крайней мере Оба блондинки Ой Убиваю Блин Так и дропнул комбо Однако Однако сейчас Метр у него один был На отмену этого И это ему позволило Попрессить еще немножко Метр на брейкер ставил Да-да Мортал комбо Переиграл походу Нет, не стал делать Ноби Он любит это делать, но сейчас почему-то не сделал Ой, лоу заходит И гарантия Так Ой, виф Есть виф паниш от Ноби Виф, джеб, паниш Хорошо, скамбил Таке Отлично И сейчас метр ещё Ох, не убил Так Ох, паниш Шпаниш от Ноби. Где? Знаете, такое чувство, вот у них игра, да, идет между ними, но такое чувство, что больше на чтение какой-то игра. Так. Рвет бросок Гис. Ну что Таки? О боже, в кантер хит пропускает и забирает этот раунд Ноби. Угу, это матч-поинт. Что-то как-то Таки-то, не знаю, оправданно ли это было менять Казуми на Гиза. Так. Ох, найс, ВСТ не зашел от Ноби сейчас, ух, как здорово. И Восплат. Ох, найс. Очень мне нравится вот это вот трррр. Так. Ой-ой-ой, почему не добил, но тем не менее. Все равно ошибается с прыжком Таки. И за что получает 2-0. Просто 2-0, да. Как-то Таки не показал той игры, которую он должен был показать. Поэтому он проиграл. Итак. Таким образом, Ноби выходит в топ-8 по лузерам. Он вышел на Бука. Ну а сейчас мы увидим настоящий бой. Куданс против Кокомы. Вот это будет интересно. Напоминаю, что Кокома играл в пулах за Джози. Ну а Куданс, естественно, за Дэвил Джина, естественно. Его основной мейн, основной и единственный, по-моему, персонаж. Никогда не видел, чтобы Куданс брал кого-то другого, кроме Дэвил Джина. Никогда. Напоминаю, ребят, Кокома над гей. Кокома над гей. Так. У нас, получается, осталось 2 боя. Куданс против Кокомы и Спид Кикс против Даймбека. Так, пока что настраиваются они. Настраивают Джои свои. Ну, не Джои, а Стики. Ну, что ж, поехали. Дэвил Джи. Так. Ну, в принципе, за полчаса они, я думаю, закончат два боя. Думаешь, Санавнер, думаешь, Кокома сможет выиграть? Ну, я, честно говоря, в этом сомневаюсь. Все-таки, как-то Куданс-то посильнее игру показал, как мне кажется. Ну, не знаю, посмотрим. Нет, смотрите-ка, Джои, не будет он за Джои играть? Так. Ага, смотрите-ка, за Драгунова. Смотри, Куданс ему руку такой, дает руку, типа, пожать, а какома, ну, знаете, как крэперы делают, типа, так-так-так-так, ну, типа, почесать чужую руку и это, типа, не дай пять, я не знаю, как называется, а просто, типа, чешешь ладонь пальцами и отводишь назад. То есть, это не мужское рукопожатие, это какое-то непонятное что-то там, какома гей, короче. Какое-то непонятное, вот, вообще, не рукопожатие, не дай пять, это вообще, черти что. 2-0, прогноз Санавнера, 2-0 в пользу какомы. Ну, посмотрим, посмотрим. Какома не взял все-таки Джози, хотя на ней весь турнир прошел. Так, ну что, начинает какома с пок. Угу, есть паниш. Ух, найс. В одну сторону, по-моему, тречит. Ой, хорошо, дахнул сейчас Куденс, наказал. Так, руки грязные, руки грязные. Так, вайфдэш, вайфдэш, мид. Пока что аккуратен Какома и аккуратен Куденс. Оба, хороший, хороший паниш от Какомы, найс. Так, и да, вайлстендинг. Восстанинингом завершает раунд. Так, пока что Куденс неторопливо играет. Завешено. 2-1 в пользу Куденса. Ну, смотрите-ка, ставочки тут уже пошли. Хорошо. Опоздал немножко с панишем Куденс. Ой. Так, вот она, Электрик первый. Ну, пока что, пока что позиционная игра идет. Позиционная игра. Фуцис такой. Хорошо. Найс блок, найс паниш от Куденса. Так. По чуть-чуть, по чуть-чуть. Посмотрите, у Какома уже... Ох, почти, почти. Этот пауэркрафт зашел на паниш. Плюс на блоке. Так. У стены, у стены Куденс отходит назад. Тихо, 10 секунд, но забирает. Забирает Куденс. Слишком старт для топ-8. Лес, ну, как бы... Я напоминаю тебе, что Куденс выиграл Tekken World Tour 2017. Так что, ну, он действующий чемпион, вообще-то. Так. Куденс суперстар. Найс вив паниш от Кокома. Ох, как хорошо зашло-то, а. По-моему, это вниз-перед один. Так. Странно, ну ладно. Хорош! Хорош сайдстеп от Куденса. Нечего кататься. ОТГ игра от Куденса. Мы сейчас увидели. Отличный ОТГ. Боже мой! Просто жесть! Просто жесть, как влетает. Паниш! Это хороший домочок сейчас будет от Кокомы. Он дропает комбо, блин! Это было в первом сезоне, да. Это было в первом сезоне, да. Согласен. Ой-ой-ой, делает Перри от своего Куденс. Он хотел его спасить. Хорошо, сайдстепнул Кокома. Найс! Рэдж есть! Рэдж дай будет, да. Гарантия, но не убьет. Тихо-тихо-тихо. Ай-яй-яй! Пиксель остался у Куденса и Лоу, да. Лоу зарешал. Так, последний раунд первого боя. Хорошо. Обратили внимание, как Куденс ловит Кокома на ОТГ. Просто жесть. Ой-ой-ой. Но, тем не менее, Куденс первый бой выигрывает. Вдохнул. А Кокома задумался. Подбородок почесал. Кокома такой задумался. Да, ну че, можешь Джозе брать. Суноуна, ну твой прогноз уже не сбылся 2-0. О, да, наверное. Да. Он получил довольно речь о Куденсе, но потом Куденс, в конце концов, ОТГ-думает, как Кокома думает. О, он думает о Кокома. Думает. Ну что, неужели Гис? Нет? Вновь к Драгону? Я еще думал. Сейчас в голове, полюбас в голове перебирает. Он реально, реально думал о том. Да, он был. Ну, короче, это был, походу, троллинг просто от Кокома. Ну ладно. Ничего страшного. Так. Ох. Ну, вот это, конечно, не самое удачное. То, что без стен выпала арена. Да, это правда. Это точно правда. Куденс был такой хороший паниш, что он не знал, Так, поехали. Ух, сразу Д2 начинает Кокома. И закрашил электрик. Так, Вив паниш. Нет, опоздал чуть-чуть. Хороший паниш в остыню. Так. Перепокивается пока. Ох, Найс, Вив паниш, откуда он со врывается электриком. Отлично. Комболю запилил. Так, паниш. Ах, паниш тупой вообще от Драгунова. Где? Боже мой. Где лаунчер? Где комбо? Где что-нибудь? Какомо? Что с тобой? И лоу, да. Да. Не узнаю совсем игру, каком... Просто не узнаю. Так, Д2. Ведь он же заблочил Хелсвип. Почему он не запанишил этот... эээ... с лаунчером? Так. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Залетает. Кудан залетел. Хорошо. Востаним, по-моему, это, да? И просто электрик. Ой, дропает камбуллинку Коданс, но, тем не менее, дожимает матч-поинт. Все мысли, какомо... Как, Валерий, подкатить, не зная, что у него там с мыслями, но... Так. Тихо, тихо. Ой, хорошо, от сайт-степа лка-комо. И найс, наказание. Отлично. Вот это сайт-степ, а? Так. Плюс на блоке. Тихо. Контроль дистанции. Ох! От Девил Джина получился с плечом. Угу. Так. Ох! Найс! Найс! Нет, не стал рейдж вспихивать на... Оу! Так. На дамаг. Спокойно. Но, однако, встречает. Встречает какому все еще матч-поинт для Куданца. И Куданц уже знал, что Кокомо с Д2 начнет. Уже сразу лоуперить и впихнуть. Боже мой. Уже Кокомо три раза с лоуперри начинал. Почему бы и 4? Ох, вайлранинг. Зашел сейчас от Драгунова в контрхит, а в контрхит вайлранинг дает комбу. Вайлранинг 2. Боже мой, еще один вайлранинг? Что такое? Куданц не может почитать. Еще одного вайлранинг. Так, хорошо. Ууу, и мид все-таки заходит. Третий матч-поинт для Куданца. Так. Ой-ой-ой, присел. Ничего не сделал Куданц. Вайвдэш, вайвдэш. Так. Есть паниш от какого? Отлично. Отличный паниш. Хорошо. Ух, как отсет степил. Не стал рисковать. Плюс на блоке. И, и. Смотрите, даже среднюю дистанцию не хотят ни один, ни другой отдавать. Так. О-о-о. Так. Тихо, тихо. Мид, мид. Лоу. Д2 зашло. Да ладно, неужели? Нет, нет. Какома ничего не сделал. Он просто заблокировал. И три раунда подряд Какома все-таки забирает. Дай попить, говорит. Какома, какома такой, дай попить. А там уже ничего нету. Куданс все выпил, короче, Какома, дай попить. А там пусто. В стакане пусто уже. О, боже мой, приколистый. 1-1. Ну что? Сбудется ли прогноз, кто там прогнозировал 2-1 в пользу? А, Хентай Эйрс. Прогнозировал 2-1 в пользу Пуданса. Ну, пока что 1-1. 1-1. перестал вообще. В предыдущем бою, по-моему, не... А, только 1 хеллсвип сделал. И то заблочил его Какома. Не рискует он с хеллсвипами. Так. Тихо. Тихо. Жмет. Жмет к углу. Жмет. Но выбирается Какома. От стены отошел. Найс. Криво все зашло. Так. Так. Ой, до 2 зашло. Хорошо. Рейдж драйв впихнул и... Очень много дэмэджа. Ну, не так много. Хорош. Прочитал. Какома прочитал этот лоу. Просто жесть. Прочитал, запанишил, убил. Хорош. Паниш. Ну, так себе паниш, конечно, но ладно. Как говорится, лучше хоть какой-нибудь паниш, чем никакого. И здесь от сайдвоков второй раз уже хеллсвип Какома. Смотрите, как он передвигается. Прям сайдвоков и сайдсцепает только так. Ой-ой-ой. Хорошо, еще раз от сайдсцепил. Боже мой, Какома демонстрирует очень, очень хорошее передвижение. Есть паниш. Так, поками, поками, смотрите, ни одной комбы в этом раунде и посмотрите, демеджи уже нету. У Куденса хп чуть-чуть осталось. Так. Рэйдж. Рэйдж у Куденса горит уже. Д2 зашло. Тихо. О, это шанс. Это шанс для Куденса. Рэйдж? Нет, он не стал Рэйдж палить. Тихо. Четыре секунды три. Да ладно? Ты просто кулак, кулак довел джинну сквозь с Драгунова прошел. Лол. Да, такое бывает, ребят, такое бывает, когда слоу-моу включается в Текине. Это матчпоинт уже для Кокомы. Так. Очень пейшнгейм. Терпеливая игра. Вейкап четверка от Драгунова. Так. Найс. Найс. Все еще матчпоинт для Кокомы. Хитбоксы Кекина. Да-да-да. Хитбоксы Кекина. Такие хитбоксы. У Куденса, да, три матчпоинта было, и сейчас три матчпоинта походу у Кокомы будет. Ой, найс. Хорошо заблокировал, хорошо запанишил, и отличный ответный паниш от Куденса. Поактивнее стала игра. Побольше рисковать стали. Так. Ой-ой. Максимально аккуратно играет. Вайл Ранинг уже делал какому, но Джеб опередил Куденс. Хороший сетстеп Джеб Паниш. Отлично. Вау. В кантер хит влетает Куденс, и да. Последний раунд. Файнал файнал раунд, как любит говорить Рид. У какому два, это, у какому уже третий матчпоинт, и сейчас еще и матчпоинт для Куденса. Боже мой, какой демэдж, то есть сейчас Куденс. Угу. Хорош. Отлично. Кривой валсплэт. Все криво, но хороший профит для Драгунова. Так. Тихо. Д2 еще разошло. Ой-ой. Ой-ой. Ох. Блок. Господи. Так. Так. Ой-ой-ой. Д2 в контрхит. Плюс на блоке. Ай. Еще Д2 зашло. Да ладно, перепил. Гарантия. Ох. Хо-хо. Забирает этот бой Куденс. Боже мой. Боже мой. И сразу обниматься лезет. Какой мой. Найс. Просто жесть. Такой бой. Такой бой. Клачевый. Просто жесть. Ох. Боже мой. Найс. Невероятный матч. Какое терпение. Какое терпение проявили оба игрока. Но Куденс на каких-то пикселях. Просто жесть. Вытащил этот бой. Фантастика. Просто фантастика, ребят. Это, это технически очень красивый на самом деле был бой, если к тому уж говорить. Он, может быть, и не очень был зрелищный, да, но технически он очень умный бой был. Куденс красавец. Прям, прям он хорош был. Но Кокома тоже хорош был. И здесь на самом деле шанс выиграть был, ну, просто у обоих. Сколько еще ждать? Сколько ждать чего? Так. А, СК-6 15 минут. Через 15 минут мы сейчас как раз последний бой увидим, и я сделаю перерыв, и потом снова включись уже на салкалибург. Кокома над гей любит обнимашки Потна. Да, Егор, Потна было очень близко, но Дэвил Джин, Дэвил Джин красава. Дэвил Куденс, мой чел. Дэвил Куденс. Ой. Просто жесть, ребят. Последний бой. Последний бой Текина 7 на сегодня. Это спид кикс против Даймбека. Я напоминаю, в топ-16 прорвались три АСКи. Из них одна АСКа слетела с дистанции, вторая АСКа уже в топ-8 по Венерам, и сейчас мы видим бой третьей АСКи. Это Даймбек, корейский плеер, против единственного американского игрока в топ-16, спид кикса. Главная надежда США. Так, мы видим спид кикса, и теперь видим еще и Даймбека. Смотри-ка, смотри-ка, Даймбек взял себе обычный стул. Не хочет он на игровом стуле сидеть. Такой, нет, игровой стул неудобно. Я беру обычный. К Кокомо, Кокомо подошел. Эй, чуваки, я телефон забыл. Обнимался с Куденсом, забыл телефон на радости. Драги, Джека, Казуми, это всегда не зрелищно. Ну, Лес, я бы не сказал так. На самом деле у Казуми еще более-менее зрелищно. Да и у Дэвил Джина, в принципе, тоже. А вот насчет Драгунова, Джека, да, в этом можно согласиться. Особенно у Джека, на самом деле. Ну и чутож. Даймбек против спид кикса. США против Кореи. Последний бой Tekken 7. Короче, ребят, план такой. Мы сейчас отстримим этот бой. Я выключу ненадолго стрим и включу уже, когда начнется Слоу Калибур ТОП-16. ТОП-16 же начнется? Да, ТОП-16. Так что, когда я выключу стрим, далеко не расходитесь. Я там пока переименую, пока там начнется матч и так далее. Там время пройдет небольшое. Последний бой. Напоминаю, что уже в ТОП-8 вышли Джеланд Динг, Ти Джен, Эйкей и Нарома по Венерам. И Бук, Ноби, Худенс по Лузерам. И сейчас определится последний финалист ТОП-8 Лузеров. Так, Хво против АСКИ. На самом деле, я вам напоминаю, что в рейтинге Tekken World Tour на первом месте стоит, из АСКИ плееров, стоит все-таки товарищ Фергюс, который уже вылетел, а Даймбек на втором турке. Пора доставать блокнот. Блокнот для чего? А, блокнот в смысле, как играть? Как играть за АСКИ? Не, ну на самом деле Ти Джен отличную игру продемонстрировал. Сегодня вот бои именно Куденса просто великолепны. То есть, Куденс против Ти Джена, индийского АСКИ плеера, и Куденс против, в каком мы просто отличные бои, я считаю, были. А, против Хво, как играть? Все, я понял, я понял, да. Твоя правда, поехали. Ну что, друзья, последний бой, и опять эта арена вышла. Господи, сколько ж она выходит-то постоянно. Плюс на блоке, и еще F4 зашло, так. Ой-ой-ой. Прессинг, значит, найс, виф паниш от Даймбека. Просто жесть, как он за виф панишел? Не стал ломать пол сейчас Даймбек. Так. Ой-ой-ой, рейдж-драйв. Б3 делал, отвечаю. Даймбек Б3 делал, но слишком близкая дистанция, перебил спидкикс и забирает он этот раунд. Да, ребят, Б3 нас прям вблизи, это опасно. Так. Найс. Хорош. Хорош виф паниш от спидкикса, ломает пол еще раз. О, боже мой, биг дэмэдж, просто биг дэмэдж, вы только посмотрите. Так. Просто запресил, запресил. Смотрите, Даймбек не успевает даже сайдстеп двойку сделать. Один из основных пани, паник мул в Аске. Ксена, сейчас, как я понимаю, да. Так, трейд, вроде в пользу Аске, но не скомбилась. Найс, хорош. Так. Ломает пол. Лосплат. Ох, красавчиком. Он прям максимальный дэмэдж и сайдстеп двойка. Даймбек просто максимальный дэмэдж. Я думал, он дропнется, ну, дропнется, не дропнется комбайн, не дропнулась. И, господи, после плюса. Так, б3 заходит от Аске. Все, начинает, начинает свой прессинг даймбек. О, пуша мой, прям мимо залетел. Найс, сайдстеп 2, еще один. Великолепный мув Аске. Великолепный. Господи ты боже мой, вниз-то за 3. Тихо. Ой, пиксель, пиксель остается. Ай, ошибается, спидкикс. Он хотел, он хотел сделать этот паниш максимально, но нет. Даймбек, пиксель, минусы. Так. Отменил, отменил лоу даймбек. Так. Тихо, тихо. Ой, вастрянник 1 плюс 2. Не зашло у даймбека. Так, так. На вастрянник 1 плюс 2. Видите, делает даймбек, чтобы с контрхит комбу получить. Но, однако ж, напарывается и... О, боже мой. Плохое положение у даймбека. И 1-0. Полез. Полез на последний удар сам. Видите, когда хворанг в углу устины зажимает Аску, то Аске уже тяжеловатый. Там даже сайдстеп не помогает. Далеко не всегда помогает сайдстеп 2. Далеко не всегда. Вроде бы это мув, который именно в таких ситуациях должен спасать Аску, но в данном случае он не спасает. Там дышать нечем. Дышать нечем. Так как если не согласен. Согласен. Ну что ж. О, еще и Бесконечная Арена. Это вообще, ну, не знаю. Бесконечная Арена, ну, блин. Это не в чью пользу, честно говоря. Но, тем не менее, 1-0 в пользу Спид Кикса. Он маскнен, чтобы не бриться хитрый нигра. Не знаю, для чего он носит маск. Вот, да, он вроде побрит. Бороды нет. А что, так можно? Не знаю, можно ли. Борода-то все равно отрастет. Так. Хорошо. О, господи. Захайкрашил Деймбэк. Захайкрашил при помощи F2. Хорошо. Так. Тихо, тихо, тихо. О, хорош. Завив панишил. Смотрите, это был чистый бейт от Деймбэка. Он на дистанции сделал B3. Специально вивнул. Забейтил Спид Кикса на этот мув. И, соответственно, наказал. Наказал на лаунчер. Так. О, хороший сайдстеп 2. Он же черный, его все равно арестует. Особенно черный в Сингапуре. Так. Хорошо. О, хорошее контерхит от Спид Кикса. Меняет он сторону. Хочет слева теперь быть. Так. Плюс на блоке. О, хорош. Отсайдстепил сейчас Спид Кикс. Наказал. Прекрасный, прекрасный паниш. Плюс. Так. О, господи. Влез. Влез Спид Кикс. Просто жесть. Ой-ой-ой. Найс. Блин, где паниш? Но, смотрите-ка, Перри сработала сейчас от Дэймбэка. Ой, сайдстеп 3. Боже мой, куда лезет Спид Кикс и рейдж драйв заходит. Боже мой. Боже мой, Спид Кикс прям сам сейчас сдал раунд. Просто сам сдал. Откровенно сдал. Ну, как так? Очень странно было сейчас. Найс, вив, паниш от Дэймбэка. Чё-то Спид Кикс уже делает какую-то хрень просто полную. Чё за бред? Алё, начальник. Так. Ну, страты работают тут. Так. Заводит, заводит карусельку Спид Кикс. Воу пропускает. И какой хороший домочок. Ох. Перебивает Ф2 сейчас Спид Кикс. Не наказывает Волстендинг 3. Тихо. Ой-ой-ой. ВС3. ВС3. Развёл на Волстендинг сейчас Дэймбэк. И это 1-1. Три раунда подряд забирает. Просто жесть. Да. Вот это да. Скинем усылку, как Аску убивать. Да, надо сет с ним. Да, всё. Надо. Нюхнул. Нюхнул Дэймбэк такой. Он, короче, вот носит всегда вот эту штуку, чтобы нюхнуть. Но сейчас он нюхнул так сильно, что она застряла в носу. Слабый Спид Кикс Чикен не умеет, колесо не ждёт. Сём, руки-доки, здесь суть не в том, что он ждёт и не ждёт. Суть в том, что он колесо это... Ой, чё такое? У них чё-то подвисло. Ребят, блин, последний бой. На последнем бою чё-то подвисло на стриме. Лол, отвечаю. Чё случилось? Сейчас, подождите. Блин. Эй, алё, алё, алё. Отвисай. Сейчас. Ф5 нажму, подождите. У них стрим, у них стрим погас, ребят. Блин, твою мать. Твою мать. Ну, на таком бое стрим погас. Они чё, сиризли, что ли? Ё-моё. Рил. О, боже мой. О, боже мой. Там в чатике все ругаются. Говорят, что... Ох. Ну, класс, вообще. ДБЗ стрим тоже умер. Может, слушайте, может, у них там, этот... Рубанулся свет или что-нибудь такое. Сейчас я на Capcom Fighters посмотрю. Сейчас, подождите, подождите. Просто трындец, ребят. Просто трындец. Твою же мать. Стрим умер. Чё? Блин, такой бой. Такой бой. И нам не показывают его. Ё-моё. Аска. Аска в какой-то веке на стриме. Ну, боже мой. У меня слов нет. Честное слово. Стрим на Street Fighter тоже умер. Ребят, короче, у них, похоже, там свет рубанулся или что-то типа того. Потому что все стримы сейчас Си Мейджора умерли. Все без исключения. То есть, ни Street Fighter нет, ни Текена нет, ни Драгонбола вообще ничего нет. Все стримы, они погасли. Господи. Пипец. Просто пипец. Да. Что тут скажешь? Слишком хайп, перенапряжение. За инет не заплатили. Да, да, да. Начальник, заплати за интернет. ИСФ умер. Да, Егор, ИСФ умер. Все умерло. Все стримы, короче, которые там шли, они все умерли. Конец света настал. Конец света настал. Принимаем Гастал. Господи. Но нам остается только ждать, потому что счет там не обновляется тоже. Пипец. Походу, вот помните, на МФА, когда МФА шло на Горбушкином дворе, там, короче, в один момент какой-то, там свет моргнул, электричество моргнуло, и, короче, там у всех все поотваливалось. Вот здесь, походу, то же самое случилось. У них там свет, что ли, рубанулся. Все, и там, короче, все пишут в чатике, что Кирдык. Все в чатике. Даймбэк выиграл, что ли? В чатике пишут, что Даймбэк выиграл. Или что? Или они троллят? Короче, в чатике пишут, что Даймбэк... Да, ребят, Даймбэк выиграл. Даймбэк выиграл 2-1. Все, мы не дождались, короче, но Даймбэк побеждает. И, таким образом, Даймбэк выходит в топ-8. Две афки в топ-8, ребят! Вы можете в это поверить? Две афки в топ-8! Господи, мечты сбываются. Не просто в топ-8, а в топ-8 мастер-ивента.